Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. С большим трудом, кажется, я смогу сделать доклад. Хотела поблагодарить прежде всего оргкомитет этой замечательной конференции, что мне дали возможность рассказать о моей интересной работе. Расшифровка биогеохимических летописей из донных осадков озера Байкал для определения тенденций изменений климата и ландшафтов в Байкальской территории методом рентгено-флюоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения. Изменение климата планеты, безусловно, является одной из основополагающих стратегий жизнеобеспечения населения Земли. Выполнение проекта сочетало в себе мультидисциплинарное использование методов геофизики, литологии, классической биологии, ботаники, геохимии, физической химии, ядерной физики и многомерной математической статистики. Детализация и индивидуализация палеозаписей выполнена на основе расшифровки элементного анализа по данным рентгено-флюоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения и метода ICP-MS. В качестве источника рентгена служит синхротронное излучение на установках ВЭП-3 и ВЭП-4М инсульт ядерной физики Новосибирск. Источник ВЭП-4М уникальный, астрофокусный, позволяет производить манихронизацию излучения в диапазоне энергии 10-100 электрон-больт. На основе РФА-методики непрерывного сканирования выявили короткопериодичные флуктуации в поступлении алохтонного и автохтонного материалов в озеро. Изученные архивы палеоклиматических изменений охватывают временной период 30 лет. Представленная работа является частью проекта, в котором используются следующие методы. Цветовая обработка фотографий керна, глубинно-возрастная модель, которая строилась на распределение активности изотопов, плюм, бунцезий, уран и ради, определение биогенного материала, инфракрасной спектроскопии, статистическая обработка при помощи PCA-факторного и кластерного анализов. Для изучения элементного состава керна был проведен рентгеноплюресцентный анализ путем сплошного сканирования недеформированного влажного керна с шагом 0,1-1 мм. На основании данных РФА-сканирования определены концентрации породообразующих элементов, редких и рассеянных элементов. На следующем слайде это приведена схема исследуемой территории. Ну, вы видите озеро Байкал, вот это вот Баргузинская губа, вот место отбора керна, вот впадение реки Баргузин, это впадение реки Селинга, с которой мы тоже работали. И следующие слайды это уже, сейчас, простите, я чуть отодвину, мне не видно. Ага, все. Пойдут, я буду рассказывать о методике получения концентрации элементного состава по глубине керна. Мы получаем, когда сканируем, в результате у нас определяется интенсивность каждого элемента. Нам, наша задача, получить концентрации. Что мы имеем? Лимнологи получают керн, потом они его делят на так называемые колонки длиной 15-30 сантиметров. Вот здесь это представлено, вот эта колонка. И эти колонки мы сканируем под пучком. Мы сканируем эти колонки. Не поняла. Это переводчик, я включила, переводчик подключился, извините. Ага. Ну, мы разделили целый керн. Нам присылают уже колонки отделенные, вот такие небольшие. Например, последний керн, который мы исследовали, он был 2 с лишним метра. Вообще керны невозможно сканировать. Можно только их порезанные кусочками сканировать. Вот. И сканирование осуществлялось при энергии, возбуждающей квантов от 17 до 23 килоэлектрон в вольт. Время сканирования одной точки было, подбиралось от 50 до 200 секунд. Ну, таким образом, значит, например, колонка 27, это 270 умножить на 100, то есть такая колонка измерялась почти смену 9 часов. Это хорошо, если все в порядке. Ну, и разрешение мы восстанавливали. Последнее время мы работали 1 миллиметр или 0,5 пространственный миллиметр. То есть это как двигался, с каким разрешением двигался вертикально колонка керна. А потом был второй этап. Нужно было получить количественные данные. Мы вот эту колонку на ней отбирали, ну, по определенной методике. Мокрый материал, его высушивали, делали таблетки массой, вот они показаны, массой порядка 30 миллиграмм. И анализировали традиционным методом, используя внешний стандарт, байкальский международный стандарт, БИЛ-1. Затем, ну, вот здесь говорится о том, значит, керн Баргузинский отбирался на глубине 40 метров. Была рассчитана скорость осадка накопления 13 миллиметров в год в данном случае. Определялись такие элементы, уран, тори, рубиди и бром, например, которые имеют очень маленькие концентрации, порядка единиц пипеем, микрограмм в грамме. Ну, далее написано, как при помощи коэффициента пересчитывается, учитывая и данные концентрации, которые мы получили из сухого материала, и учитывала интенсивность мокрой колонки, были посчитаны элементы. Ну, делается это всегда, конечно, непросто. Далее, значит, представлена на фотографии станция, на которой мы работаем. Вот здесь пучок подается. Это у нас камера для монохроматора. Вот тут пучок выходит, коллимируется, и вот здесь стоит колонка, которая по вертикали движется и сканируется. Вот как раз с тем разрешением, о котором я говорила, 0,5-1 миллиметр. Ну, справа здесь эти физические данные по колонке, по данным. Следующий слайд. Это показан донный осадок, типичный донный осадок Керна-1. И здесь было время на точку 120 секунд. Время это не веб-третий, где сделана основная работа. Только сейчас, недавно запустили веб-четвертый, мы его опробуем. И вот здесь одна из первых колонок, ну, правда, это была не Баргузина, а Серинга. Мы снимали. При этом мы дополнительно, видите, получаем такие лантаноиды. И это очень интересно, естественно, для лимнологов. Вот эти дополнительные элементы, которые раньше мы не получали. На этом слайде показано на очень короткой части колонки Керна 4 сантиметра, видите, 640-680 миллиметров. Два элемента, НИОБИ и ИТРИ, которые провели анализ методом РФА-7 и методом ICP-MS. Если здесь у нас между точками было 0,5 миллиметров, то здесь между точками 10 миллиметров. Ну, естественно, понятно, что это всегда большой выигрыш, когда имеем большую чувствительность. Сейчас будет показано три слайда. Теперь для, как я уже говорила, Керн 2200 миллиметров, взязь глубины 40 метров. Это Баргузинская губа, измерена и посчитана здесь разными цветами, видите, соединено. 11 колонок. Скорость накопления 13 миллиметров в год. Обратите внимание, что здесь средняя концентрация где-то 2,5 ппм. То есть, если говорить о стандартных химических методах определения, то, конечно, за здесь каждая точка измерялось 60 секунд. Вот время экспозиции. И, конечно, получить концентрации в таких количествах – это, прямо скажем, нереально. Ну, вот я для примера привела три спектра. Это Торий. Ну, у Тория все-таки уже 20 ппм или микрограмм в грамме. У Урана тут, ну, не 2,5, а средняя где-то будет 5, 4-5. Ну, это тоже единицы, это те самые количества, которые определять очень сложно. Следующий слайд у нас – это факторный анализ. Ну, здесь приведен пример, какую информацию мы можем взять, используя теперь факторный анализ для статистического обработки. Это у нас озеро Гитара, 160 метров. Представлена длина керна – 17 сантиметров. Определено 26 элементов. И вот мы здесь смогли увидеть четыре фактора. Группы разбили элементов, если по факторам. Первый фактор – это будут такие элементы, как ванади, стронцы, купрум, железо, марганец, цитан и кальций. И он описывает процесс, эти элементы описывают процесс выщелачивания пород водосборного бассейна озера. Ну, здесь глубина где-то 2-6 сантиметров. Вы видите, как все эти элементы, перечисленные на данной глубине, имеют увеличение концентрации, рост пиков. Второй фактор – это у нас нагрузка имеет такие элементы, как плюм, бумуран, торий, и трибром, цинк и калий. Это элементы, которые активно усваиваются диатомовыми и сине-зелеными водорослями, и они отображают интенсивность накопления автохтонного материала. Второй фактор. И третий фактор – это галли, рубиди, цирконии, ниоби. Они, эти элементы, это увеличение показывает интенсификацию процесса физического выветривания и увеличение потока в озеро кластерного материала пелитовой и мелколевролитовой размерности. И четвертый фактор – это один валиден, который активно фиксируется с двухвалентным железом, оксидом марганца, профиль распределения имеет два пика – 6,16. Возможно, эти они являются проявлением захороненных железом марганецых корок. Следующий слайд – это применение метода PCA. Мы видим тоже здесь вот три группы. Это баргузин. В данном случае элементы, связанные, один, связанные с подачей обломочного материала. Группа 2 – это элементы, связанные с выветриванием, выщелачиванием почвы. Элементы 3 – это биопродуктивность озера. Вот группа 2 – это элементы, которые тесно связаны с высокой подвижностью, интенсивностью выветривания, выщелачивания, развития почв в водосборных бассейнах. Если мы посмотрим на первую группу, вот эту, это тесно связаны с обломочным материалом, который переносится в основном в виде взвешенных частиц. Это 1. И 3 – это у нас элементы в отложениях озера, их можно отнести к автохтонным по происхождению. Теперь мы рассмотрим, какие выводы сделали лимнологи, используя именно количественный элементный состав. Панель А показывает бирюзовая заливка. Бирюзовая заливка – это низкая продуктивность, вот она, бирюзовая заливка, на примере брома. И мы видим в трех во всех случаях периоды низкой биопродуктивности озера Байкал. Панель Б – это показано снижение интенсивности стока реки Баргузин в озеро Байкал. В интервалах 19-16 тысяч лет назад наблюдаются отчетливые отрицательные взаимоотношения между содержанием полевых шпатов и биопродуктивностью озера. Вот полевые шпаты – это икоспектроскопия. То есть и рассматриваем такие элементы, как стронцы и калий. Такая зависимость может объясняться тем, что интенсивный принос речной взвеси спровоцировал высокую мутность в зоне смешивания речных и озерных вод, что отрицательно сказалось на биопродуктивности озера. Последнее – это у нас сравнительное распределение рубидия в донных отложениях мелководных частей Байкала. Это Селинга, это Баргузин. Здесь возраст показан 4 тысячи 8, здесь 16 тысяч 32. Прямое сравнение распределения маркеров интенсивности при вносе Селинга и Баргузином в озеро в тиригенной взвеси на примере рубидия не полностью корректно. Но, тем не менее, уровень содержания рубидия в зонных отложениях Баргузинского залива накапливался 25 и 16 тысяч лет назад. Был сопоставим с таковым для голоценовых отложений Селингинского мелководья. Из полученных данных можно сделать предварительный вывод, что максимум снижения интенсивности речного тока в озеро Байкал пришелся на финальную стадию Каргинского мегастадиала, а не на Сартанское отделение, как предполагалось ранее. Таким образом, выводы, и по результатам полученных нами концентрации элементов, лебнологами были сделаны следующие выводы. Ну, следующее предложение я уже говорила, это условия сканирования были. Действительный уровень Байкала был ниже современного на 35 метров в течение 31-16 тысяч лет назад. В месте отбора керна не было изолированного водоема, и существовали условия открытого Байкала. Интенсивность речного стока реки Бургузин была минимальной, или же сток полностью прекращался в этот период позднего плейтоцена. Уровень поставки тиригенной извеси реки Бургузин был низким в периоды 31, 25 и 22 тысячи лет назад. Обнаружена ритмика в поставке тиригенной составляющей и накоплению биогенной составляющей в озеро Байкал близкой тысячелетней. Максимум снижения интенсивности стока в озеро Байкал пришелся на финальную стадию 24-57 тысяч лет назад. Как я уже упоминала, а не на сортанское оледенение 12-28 тысяч лет назад, как это утверждалось ранее. Спасибо за внимание!